Иконостасы Иконостасы — это сколько полотен, объектов, элементов? В районе, если большой иконостас, там 57-60 икон. Мне хотелось, конечно, подражать нашим русским святым. А что вы физически стали делать, как будто бы подражая им? Ну, пробовал поститься, например, не кушать мясо. Это не так? Конечно, это не так. Классно. Скажите, а были моменты, когда хотелось с этого пути свернуть? Да, конечно. Я целый год работал грузчиком. Это крутое послушание. Да, ну, мне, кстати, это нравилось. Там была фреска «Богородица» на троне с младенцем. Это, конечно, незабываемые такие впечатления. Владимир, в чем ваш смысл? Зрить красоту Господню и посещать святой храм Его. Наверное, вот в этом и есть смысл. Красота – это самое важное. Это одно из имен Бога. Что значит быть иконописцем? Нужно ли поститься 40 дней перед написанием каждого образа? Удобно ли спать без матраса? И не проще ли быть грузчиком? Как выстраивать отношения с заказчиками, когда они выше по рангу? Кто и как оценивает, насколько духовно написана икона? Сколько времени занимает написание одного иконостаса? На эти вопросы ответит человек, который в своей жизни вместе с супругой написал 25 иконостасов для храмов Краснодара, края и по всей России, и у которого в мастерской много непризнанных шедевров. Мой собеседник – иконописец. Член Союза художников России Владимир Бутов. Владимир, вы иконописец. И когда обычные люди, ну, скажем так, из других профессиональных сфер узнают о том, чем вы занимаетесь, с каким стереотипом вы сталкиваетесь? Чтобы написать икону, надо 40 дней поститься. Ну, это первое, да? Да, ничего не есть. На каждую икону надо обязательно брать благословение у духовника. Это не так? Конечно, это не так. Что самое главное в вашей работе вообще, в написании иконы? Какой самый высший смысл в этом? Высший смысл в написании иконописи – это показать божественную красоту. То есть вначале, конечно, с ней как-то надо встретиться, а потом её передать и показать на доске. А сколько у вас ушло, не знаю, не в человека часах, и даже не в годах, а может быть какое-то преодоление чего вам пришлось пройти, чтобы эту красоту увидеть и научиться её в дереве, в красках? Времени уходит много, сил тоже много, на это всё теряется. Но когда получается какой-то новый образ, который он нравится, да даже иногда и не нравится, но ты чувствуешь сам, что ты чего-то достиг, добился, приблизился к этому дьяву, к золотому веку или русской иконы, или византийской, что что-то там такое промелькнуло, какой-то дух иконы там есть, во взгляде, в цвете, в колорите, то это, конечно, большая радость, и она тебя окрыляет в прямом смысле. А что эту радость может там мрачить? То есть если, условно говоря, вы видите в иконе, что случилось совпадение, а заказчик, условно говоря, не видит? Вот такое часто бывает, я даже вспоминаю случай, мне попался, по-моему, рассказ такой, я читал о Микеланджело, что когда он выполнял скульптуру Давида для самого влиятельного, для Папы Римского, и вот уже скульптура Давида готова, всё, Папа Римский подходит, внимательно её осматривает и говорит, так, у Давида слишком длинный нос, но Микеланджело не растерялся, взял аккуратненько, пока папа не видит, набрал в руку немножко мраморной крошки, приставил лестницу, поднялся на самый верх, стал стучать долотом и аккуратненько из руки выпускать эти мраморные крошки. И папа уже издалека, о, уже лучше, о, уже прекрасно. И вот я просто помню, ну, это было не так давно, нам заказали иконостас, пришёл батюшка, ну, может, он как раз там из епархии что-то там, ну, в таком настроении, по-видимому, который, он бы не мог эту красоту воспринять, что он говорил, так, тут носы слишком длинные, это красное, это зелёное, всё переделай. Я говорю, да, да, конечно, батюшка, не волнуйте, всё, всё мы сделаем, всё, нам нужен месяц. Вот, и продолжали заниматься другими делами, иконы мы не трогали абсолютно никак. Они так и стояли, вот, и через месяц он приходит, о, Владимир, вот, вы же умеете, молодец, хорошо, всё прекрасно. Это же большие объекты, большие проекты, иконостас, это сколько вот, ну, не знаю, полотен, объектов, как вы, элементов? Ну, в районе, вот, если большой иконостас, там, 57-60 икон, чуть поменьше, значит. Ну, это сколько месяцев работы? Это не месяцы, это годы, к сожалению, потому что вся технология, всё к нам пришлось 15 века, тогда время текло совсем по-другому. А у вас были моменты, периоды, когда вот вы не можете работать, вы не можете писать, у вас не рождается образ? Ну, такая классическая, творческая, как называют, творческий тупик или творческий кризис, да? Творческий кризис, ну, это скорее для художника, иконописец, да, и, как бы, мы всё же делаем по канонам, по правилам, то есть какая-то канва, вектор движения у нас всё равно есть. Вы работаете с женой, это семейный, ну, бизнес, как сейчас говорят, да, то есть это семейное дело. Если с английского перевести, это дело, да, семейное дело, да. Это отягощающий фактор или помогающий? Нет, это только помогающий фактор, потому что вот мы вместе с моей женой, с Наташей, всё время вместе трудимся, вместе по воскресеньям приезжаем в храм, вот в станице Сергиевской этот храм находится, всё делаем вместе, и многие даже удивляются, что, как бы, как это можно вместе, там, целыми днями, как вы друг друга не надоедаете. А я заметил, что вот, например, даже сейчас в современной иконописи очень много, вот есть Николай и Наталья Богданова в Питере, вот даже у нас на Кумане здесь Владимир и Светлана Гул. То есть вот это такая профессия, где вместе только наоборот хорошо всё делать. Ваше подростковое детство, юношество случилось в 90-е, да? Где вы нашли эту красоту в тот момент, когда в семье не было никаких династий, не было никакого религиозного опыта? Как это произошло? Ну, в первом, у меня дедушка и бабушка были, дедушка был директором школы-учителем географии, Иван Иванович, бабушка Екатерина Аристарховна была учительница русского и литературы. И они очень просили моих родителей, чтобы они отдали внука в первом классе, чтобы, ну, как бы, я у них побыл, и я учился вот в первый класс, это в Воронежской области, такое село есть с прекрасным названием «Гнилое». И там рядом с домом, где я жил, был старинный храм, заброшенный, соответственно, Казанский, да, в честь Казанских, в стиле классицизм, такой двухэтажный. У него были выбиты окна, и можно было подойти, прямо залезть на окошко и посмотреть внуки. Я все время заглядывал, и я видел там фрески. Я видел фрески Троица, вот Бог-Отец, Иисус Христос, Святой Дух в виде голубя, еще что-то. Меня это очень заинтересовало, и вообще, ну, как бы, это место, запах, сам вот этот простор, архитектура. Я хотя был очень маленький, ну, как бы, человек, да, первый класс. Я тогда, как бы, подходил к девушке, спрашивал, дедушка, а что это такое? Он говорил, это церковь, там люди, как бы, поклоняются Богу. Я говорю, а где он, Бог? Он говорил, ну, вот Гагарин летал в космос, Бога не видел. Это сейчас мы можем, как бы, уже известно, что, как Лука Крымский отвечал на этот вопрос. Ну, понятно, но вы пошли дальше, вы, дедушки, не поверили. Да. Ну, вы не остановились на том, что, ок, Бога нет, вы начали искать. Как это происходило? Ну, ну, я переехал в Краснодар, и в Краснодаре поступил в художественную школу на Мира, номер один художественная школа, вот. Вот, и это вот были такие времена, когда во время занятий к нам вот заходили люди такие, я не знаю, баптисты, наверное, это были. Они немножечко рассказывали о Христе. То есть это было не навязчиво, просто что вот был Иисус Христос, как его там, как крестился, о чем он говорил. И меня это очень, ну, сильно заинтересовало, но все равно у меня же не было никакой литературы, ничего. И тут родители поехали в Финляндию в туристическую поездку. И оттуда привезли такое маленькое Евангелие, тогда такие издавались. Ну, вот для подростка как это изменило жизнь? Что стало по-другому? Ну, для меня просто открылись какие-то смыслы, вот, для чего человек живет. Но мне хотелось, вот, потом, как бы, когда я крестился, какие-то первые книги у меня появились, там, «Житие» Серафима Саровского, я помню, в соборе купил. То есть мне хотелось, конечно, подражать нашим русским святым. А что вы физически стали делать, как будто бы подражая им? Ну, пробовал поститься, например, не кушать мясо, спать только без матраса. Класс! Как? Как спать без матраса? Да, неудобно. Сколько продержались? Да, пару дней, наверное. Немного. А в 14 лет пойти и заявить, что я хочу креститься, вот в тот момент, нужны были крестные или нет? Это, конечно, для меня было такое удивительное событие. Крестился я в соборе. В Екатериненском. В Екатериненском, да. Там есть такой благовещенский предел. Вот и крестил меня отец Валентин. Мерцев. Мерцев, да. И вот... Он тогда был настоятелем собора. Да. Он меня покрестил. Это обычно общее крещение. Там еще было много людей. И потом, после крещения, всегда воцерковляют. Девочку подносят или подводят к алтарю, а мужчину заводят в алтарь. То есть я-то вот только в храм, только чуть-чуть там заходил. И тут меня заводят в алтарь. А там сейчас, к сожалению, она не сохранилась. Но тогда, я точно помню, там была фреска Богородица на троне с младенцем. И это, конечно, незабываемые такие впечатления. И вообще это чувство после крещения какой-то благодати. Я не знаю, как это непередаваемо. Вряд ли это можно словом передать. Его сейчас вот только можно, наверное, повторить чуть-чуть. Что-то такое похожее есть, когда ты пришел в храм, исповедовался, причастился. И только ты вот причастился, идешь от причастия, там, за пивочка, да, где просфорку скушать, воды святой. В несколько мгновений, да? Да. И ты идешь в этой тишине, и что-то вот такое вот, ну, похожее. Классно. Скажите, а были моменты, когда хотелось с этого пути свернуть? Да, да, конечно. Ну, это все молодой человек. Я помню, что вот, например, когда я закончил школу, то я не смог поступить в институт. И папа сказал, что как бы труд облагораживает человека. У него было небольшое, малое предприятие, несколько магазинчиков, там хлеб продавался, еще что-то. И меня туда трудоустроили грузчиком. И я целый год работал грузчиком. Это крутое послушание. Да, ну, мне, кстати, это нравилось. Там, разгрузил фуру, например, с пивом, да, тебе выдали там три бутылочки, еще и заплатили. Ты всегда при деньгах, всегда при продуктах. Но, и тогда как бы, ну, так чуть-чуть что-то подумал, что, а может, мне это все и не надо, а что, классно там быть грузчиком. Но я все равно продолжал ходить вот к отцу Георгию в мастерскую, ну, в какие-то свободные моменты. И, слава Богу, не сошел с этого пути. Владимир, в чем ваш смысл? Ну, мой смысл, я вот недавно на посту же надо читать псалтырь. Каждое утро, вот, мы с женой пытались читать, иногда кофейсмы, иногда две. Есть такой 26-й псалом, но я весь его, конечно, наизусть вам сейчас не перескажу, еле-еле запомнил 50-й. Но мне понравились там очень красивые строки, что зрить красоту Господню и посещать святой храм Его, наверное, вот в этом и есть смысл. Красота – это самое важное, это одно из имен Бога. Проект «В смысле?» – это цикл портретных интервью. Ищите нас в расписании телеканалов, а более полные версии – в пространстве Ютуба. Впереди еще много осмысленных историй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова